Уже много лет мы читаем и слышим, что скоро нас будут окружать умные, добрые и полезные роботы. Однако в реальной жизни роботов все нет и нет. Возможно, будущие изобретатели только подрастают и оттачивают свои навыки на конкурсах и фестивалях по робототехнике. На одном из них побывали мои айхальские коллеги. Вкалывают роботы, а не человек. Подземный погрузчик, робот-спасатель, манипулятор и ремонтник для ядерного реактора. Такие модели были представлены в айхале на первом фестивале научно-технического творчества. Пока, конечно, эти роботы не вкалывают, потому что с недоработками и в ненатуральную величину. Но за ними будущее, считают участники фестиваля «Деталька», который впервые прошел среди учебных заведений поселка Айхал и города Удачного. В будущем можно будет построить самому роботу, который помогать будет людям. Нам понравилось, только мы первый раз. Мы привезли три модели. Вот векс, еще две короткие. В следующий раз мы надеемся, что мы приедем с новыми моделями. В фестивале участвовали четыре команды от школ номер 5, 23 и 19, а также от Центра дополнительного образования поселка Айхал. Ребята должны были не просто собрать робота, но и оснастить его датчиками и манипуляторами. В зависимости от программы машины демонстрировали свои возможности. Сортировали детали по цвету, проходили по линии траектории, махали флагом и танцевали. Мы представляем робота СНАП. Он умеет кусаться и ездить. Он умеет кусаться вот так вот. То есть, смотри, не собрать эти махи. Еще он умеет ездить. Я занимаюсь робототехникой уже год. Мне это очень нравится. И я считаю, что не только мальчики должны заниматься, но и девочки. Ребята под руководством педагога собирают роботы в основном по готовой схеме. Но есть уже и самостоятельные оригинальные модели. Команда из Удачного представила лишь три, но яркие машины. Для них это новое направление. А в учебных заведениях Айхала осваивать робототехнику начинают еще в начальных классах. Ребята уже успели себя проявить и успешно участвовали в нескольких конкурсах. Максим Ряпинский, который занимается в объединении второй год, обладатель многочисленных дипломов и грамот. Самые большие роботы, которые я создал, это робот-спасатель и робот по замене регулирующихся ржей в ядерном реакторе. Этот робот нужен, чтобы в ядерном реакторе менять твелы безопасно, чтобы не произошло, например, как в Чернобыле взорвался четвертый ядерный реактор. Юные техники заставляют двигаться машины пока с помощью готовых программ, но уже совсем скоро планируют изучить основы программирования, освоить эту магию преобразования строчек на экране в механическое движение, чтобы все-таки самостоятельно построить робота, который будет помогать человеку. Светлана Угрюмова, Александр Дамонтович, телекомпания «Алмазный край».